Она постоянно нас удивляет. Она помогает нам обрести гармонию и заставляет задуматься. Богатая, чистая, поразительная, порой дикая и опасная, но она так нуждается в нашей защите. Поэтому телеканал ВЕТА совместно с региональным Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии организовал проект о природе при Камье. И это уже четвертый выпуск телевикторины «Лес рук». У вас есть возможность выиграть красную книгу и рюкзак. В конце мы зададим вопрос. А теперь урок от Ветланыча. Ну что, узнали меня? Это же я, Ветланыч, просто сменил прическу. Многие, возможно, встречали в лесу необычные волосы, свисающие с ветвей деревьев. Эти волосы – лишайники. В Красной книге Пермского края можно прочитать про этот редкий вид – Бриория Фримонта. Запомните это название. Спасибо, Ветланыч. Помимо животных и растений, в Красной книге Пермского края есть сведения о лишайниках и грибах. Вот вы слышали когда-нибудь про лобарию легочную? А она, между прочим, индикатор чистого воздуха. Этот лишайник предпочитает осиновые, рябиновые или липовые стволы. За последнее столетие его численность существенно сократилась. Удивительно, но поганка бледная также занесена в Красную книгу. Не стоит срывать этот гриб. И не только потому, что он ядовитый, но еще и потому, что это редкий вид, который нуждается в нашей защите. А вот спорасис курчавый. Второе название – грибная капуста. Растет на корнях сосен и елей. И тоже встречается крайне редко. За все время наблюдений в Пермском крае было найдено всего лишь три плодовых тела. А еще очень интересный гриб растет в таежных лесах Пермского края. Саркосома шаровидная или земляное масло. По форме напоминает бочонок, заполненный маслянистой жидкостью. Но собирать его нельзя. Занесен в Красную книгу Российской Федерации. Отгадайте загадку про вид, который занесен в Красную книгу Пермского края. На грибы она сердита и от злости ядовита. От лесная хулиганка – это бледная… Варианты. Обезьянка. Бледная поганка. Бородатая неясыть. Или же мухомор. Внимание! Условия игры меняются. На этот раз победителем станет не первый ответивший, а тот, кому повезет. Мы разыграем Красную книгу и рюкзак среди всех, кто пришлет нам правильный ответ. Но времени на размышления будет меньше. Принимаем ваши сообщения до 9 декабря, включительно до 18.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова